И снова вернемся к теме нападения на редакцию подробностей. Уже почти полгода прошло с момента поджога нашего здания. До сих пор никто не наказан. О заказчиках, исполнителях в МВД упорно молчат. Я напомню, 4 сентября минувшего года неизвестные в масках ворвались в здание, напали на охрану, а затем подошли офис изнутри. Сотрудникам пришлось спасаться от огня на крыше, откуда людей снимали пожарные. В результате этих действий журналист Елена Зорина получила серьезную травму позвоночника. Полицейские задержали тогда несколько нападавших, однако вскоре почему-то отпустили. Подробностям удалось самостоятельно по записям камер видеонаблюдения распознать некоторых нападавших, их руководителей. Все эти данные мы отправили в МВД. Опять реакция ноль. И более того, там дело расследуют как хулиганство, несмотря на то, что СБУ квалифицирует это нападение как теракт. Напомню, что поджог осудили также в ОБСЕ, ЕС. Вчера в Совете Европы, где открыли по факту атаки на офис подробностей, назвали это нападение серьезной угрозой для СМИ и свободы слова в Украине. В общем, а сегодня депутаты оппозиционного блока потребовали от ГПУ сменить куратора этого расследования, первого заместителя генерального прокурора Дмитрия Старужака. Ранее он был депутатом Народного фронта и не может, по их мнению, объективно вести это дело. В этом убежден, в частности, народный депутат Михаил Попиев. Я напомню, что по данным собственного расследования ОПА-блока, именно Народный фронт и лично министры внутренних дел Арсен Аваков стоят за организацией и финансированием теракта против подробностей.